Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мы продолжаем изучать послание к Ефесинам. Кого есть в Библии, давайте мы откроем шестую главу. Это последняя глава в этом послании, и у нас сегодня будет предметом размышлений. Первые стихи, первых три стиха. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Братья и сестры, в продолжении той первой проповеди, что мы сейчас слышали, в продолжении наших размышлений в предыдущей главе, мы касаемся очень важной темы. Это отношение детей к своим родителям во свете Священного Писания, во свете принципов, которые Бог заложил, которые должны существовать в семье и в этом обществе. Хочу напомнить, братья и сестры, мы уже рассматривали послушание, которое, или повиновение, которое заложил Бог в отношении между мужем и женой. Мы слышали уже слово «жены, повинуйтесь своим мужьям ко Господу». А вообще, вот это продолжение от этого слова «дети, повинуйтесь», оно и продолжение с 21 стиха. В 21 стихе стоит слово «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». А чуть раньше, братья и сестры, мы рассматривали с вами повеление апостола Павла «исполняйтесь Духом Святым». Поэтому я нахожу, братья и сестры, что исполнение Духом Святым, как и благодарение, является продолжением. Вот повиновение – это продолжение, это результат того, что человек исполнит Духа Святого. Жена исполненного Духа Божьего, она ей легко будет повиноваться. Мы будем дальше касаться отношений между рабами и господами, а сегодня мы рассмотрим этот вид послушания – это повиновение детей своим родителям в Господе. Согласитесь, это очень важная, актуальная тема была во всякое время, но особо это важно, актуально сейчас. В зале находится у нас разный возраст, люди разного поколения. Кто-то были когда-то детьми, кто-то сейчас дети находятся, но каждый из нас испытал это состояние – неповиновение. Было время, когда мы проявляли неповиновение своим родителям. Было время, как мы родители сами испытали в нашей жизни проявление неповиновения наших родителям. Где-то это было, может быть, в таком детском, подростковом возрасте, где-то постарше, а где-то эти отношения переходят в более глубокие, стабильные, трагические ситуации, которые разрушают судьбы, разрушают жизнь, приносят боль и страдания родителям на многие годы. Просестры, вообще, когда мы говорим, вот, казалось бы, очень просто. Детки, повинуйтесь своим родителям. Когда мы говорим вообще о детях, особенно вот, когда выносят здесь семейная пара с маленьким ребеночком, который беспомощен, беззащитен, его держат, который находится в родительской ласке, любви, заботе, что вызывает у нас этот ребенок? Умиление, радость, самые положительные эмоции, правда? Мы молимся, благодарим, мы радуемся, видя, как ребенок делает какие-то первые изменения, первые шаги, первые слова, улыбка. Братья и сестры, это хорошо, это правильно, но мы должны понимать, как верующие люди, как дети Божьи, мы должны прекрасно понимать, братья и сестры, что на пути этого ребенка, пришедшего в мир, есть огромные препятствия для того, чтобы он исполнил и выполнил эту заповедь. Мы должны понимать, что всякий ребенок, рожденный в мир, братья и сестры, он рождается кем? Грешником, в котором заложено в ее греховной природе огромнейший потенциал неповиновения, непокорности, эгоцентризма. Позвольте процитировать сегодня исследование и заметку одного человека, который долгое время проработал в комиссии или в организации, которая занимается по борьбе с преступностью. Это было его личное наблюдение. Он пишет следующие слова, наблюдая за многие годы работы с малолетними преступниками, и он делает такой вывод. Он пишет так. Каждый ребенок начинает свою жизнь, как маленький преступник. Он отличается эгоцентризмом, эгоистичностью. Он требует то, что придет ему на ум. И в ту же минуту подай ему это. Это бутылочка с молоком, это внимание его матери, игрушка другого ребенка или понравившаяся игрушка в магазине, в котором он увидел. Откажите ему. И он начнет бунтовать. Он начинает вести себя агрессивно, требовать и капризничать. Братья и сестры, не так ли это? И он пишет. И если бы не был он так мал и беспомощен, его поведение могло перерасти в жестокое и агрессивное поведение. Он не чистоплотен. У него нет понимания нравственных устоев. Нет подсознания. Нет послушания. Это означает, что все дети, не только некоторые. Обратите внимание, все дети рождаются в мир с преступными наклонностями. Если им позволить продолжать развиваться в состоянии их эгоцентричного мира, младенчества, и отпустить вожжи, и не ставить оградительные заборы и запреты, давая свободу импульсивным действиям для удовлетворения каждой прихоти, то каждый ребенок со временем превратится в потенциального, с возрастом потенциального преступника, вора, убийцу и насильника. Братья и сестры, это свидетельство человека неверующего, который провел многие годы, работая с детской преступностью. Но это свидетельство подтверждает библейскую истину о том, что всякий человек, пришедший в мир, и всякий ребенок, он несет в себе заложено, потенциально является непослушен ни человеком, ни Богу, ни своим родителям. Первая причина, братья и сестры, на пути к непослушанию детям, это его враженная склонность не слушаться. Вторая причина, братья и сестры, что мы видим сегодня, это мирская система ценностей, которая окружает нас и наших детей. Мы понимаем, что мы живем в этой безбожной, сатанинской мировой системе, в которой за последние, особенно десятилетия, братья и сестры, даже жизни в этой Америке, мы увидели, какое колоссальное изменение в нравственном плане произошло даже в этой стране. Миллионы людей во всем мире подвергаются влиянию этой гендерной идеологии, и особенности наши дети. Издаются законы на уровне государств, штатов, высокоразвитых стран, в котором детям сегодня открывается широкий доступ абсолютно ко всему. Братья и сестры, вы знаете, что несколько, если, может быть, слышали, несколько недель тому назад в Нью-Йорке проходил так называемый парад равиц, парад гордости, в котором приняли участие несколько миллионов. Можем себе представить, несколько миллионов. Брат Владимир Миняков, он был с внуками, и они хотели поехать в Нигарский водопад, и они заехали в Нью-Йорк, чтобы показать никогда не было. Говорит, я оттуда просто забрал детей, внуков своих, которые были, и уехал. Это было что-то страшное. Братья и сестры, несколько миллионов людей пришли на этот парад. Я смотрел небольшой репортаж, небольшой комментарий к этому параду, и маленький фрагмент, где журналист очень положительно высвечивал это действие, этот парад. И он привел пример двух мужчин. Один был русскоговорящий, когда-то приехавший в Нью-Йорк ребенком, выросший здесь, и создал семью с американцем. Через суррогатных матерей они приобрели себе двоих детей, двоих мальчиков. И вот они показывают эту, так сказать, семью, и журналист спрашивает, как они, вы общаетесь с ними, как они нас называют. Они с улыбкой говорят, что меня называет папа, а американского папу называют дэби. Мы с улыбкой, братья-сёстры, можем себе представить, в каких условиях растут эти дети. Ещё один, братья-сёстры, фактор, который мы видим сегодня в реальном мире, который разрушает семьи, разрушает сознание наших детей, это влияние гуманистической философии. Само слово «гуманизм» – вроде бы неплохое слово. Оно происходит от латинского «человечность». В центре этой философии стоит человек и его права на свою точку зрения, на жизнь, на ошибки, на глупости. Это когда никто никого не осуждает. Философия гуманизма ставит перед собой цель, обратите внимание, есть определённая цель этой философии – освободить детей от традиционной морали и ценностей родительского авторитета, от физического наказания, от религии. По их мнению, помимо всего прочего, детям следует разрешить иметь полную сексуальную свободу, включая права на гомосексуальные браки, аборты, свободную информацию о пользовании противозачатыми средствами. Философия гуманизма выступает за то, чтобы привлекать родителей к судебной ответственности за принуждение посещать богослужения. Братья-сёстры, это в том мире, в тех условиях живут наши сегодня дети. Особенно продвигается через систему образования. В школах, кроме всего прочего, тому, что детей учат основным наукам, основным требованиям, основным предметам, брать-сёстры, сегодня навязывается эта философия. Послушайте высказание одного из профессоров в высших американских вузах. Он пишет следующее. «Мы создаём мир, в котором не будет никаких семей и взаимоотношений между родителями и детьми. Для того, чтобы освободить ребёнка, мы должны покончить с браком и родительским авторитетом. Это только небольшая разрушая картина того, что мы с вами сегодня видим в этом мире». Братья-сёстры, я не говорю уже о страшном, колоссальном, разрушающем влиянии интернет-сетей для наших детей. Мы прекрасно понимаем, брать-сёстры, что для ребёнка сегодня доступно какие угодно игры с аморальностью, с насилием, с убийствами, с порнографием, с жестокостью. И всё это доступно, брать-сёстры. И сегодня, к сожалению, зачастую верующие семьи не контролируют своих детей. Так называемая «прайвеси», закрытая комната, не заходи сюда, свой телефон, свой аккаунт, своя жизнь. И мы хотим для того, чтобы ожидание было, проявлялось послушание. Я хочу обратить внимание, брать-сёстры, как Бог заботился о послушании в израильском народе. Это сегодня тоже очень актуально. Мы говорим, иногда разводят руки. Дети выросли. Что мы можем сделать? Как предотвратить? Как спасти? Обратите внимание, дорогая церковь, брать-сёстры, я в воскресенье специально обратился к церкви, в конце собрания говорит, придите с детьми. Мы будем сегодня говорить об очень важных вещах. Потому что каждый отец и мать заинтересованы. И я уверен, что больше всего желает, чтобы дети ездили на немерседесах и жили в дорогих домах, а чтобы дети были спасенными, порядочными, счастливыми, имели прекрасную семью, были детьми Божьими. А когда Господь придет за церковью или позовет другой, чтобы наша семья вся была где? На небесах спасенными. Вот цель наша, правда, брать-сёстры? Ну то, что есть, то есть. Благодарность всем, кто находится сегодня с нами. Обратите внимание, дорогая церковь, как Бог предвидел время, в котором мы живем, как Бог заботился тогда в израильском народе. И для того, чтобы семьи были еврейские, были здоровые, а и тогда уже существовала опасность. И тогда уже были грехи Содома и Гаморы. И тогда уже философия гуманизма. Потому что дьявол еще в Едемском саду сказал, вы будете как боги. Будете знать добро и зло. И фокус от Бога Творца дьявол переключил на самого себя. Обратите внимание, книга Второзакония о Северате, вы откройте. Давайте посмотрим самую важную, самую верную заповедь, которую Господь дает своему народу. Ключевое истинное, ключевая заповедь. Обратите внимание, книга Второзакония, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь, един есть. Среди того много Божия, среди его идолопоклонства, среди его страшного жертвоприношения, когда детей своих приносили в жертву, когда поклонялись многим богам, когда страшное кровосмешение и блуд совершался. Бог обращается к своему народу и говорит, «Слушай, Израиль, у тебя есть только единый Бог». Обратите внимание последовательности, как результат, как следствие и отношение к единому Богу. Бог выстраивает и обращает внимание, как же относиться к этому Богу. 5 стих. «И люби, Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими». Вот что Бог ожидает. Говорит, ты люби Бога этого. Не бойся, но люби, чтобы в сердце, и дальше смотрите. 6 стих. «И да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня». Где? В сердце твоем. Вот там, где зарождается истинная привязанность. Вот там, где больше всего хранимого, храни сердце. Говорит, вот там ты люби, потому что, когда ты будешь любить не внешне, не на людях, но там сердце будет привязано, там будет успех, там будет благословение и там будет безопасность. Обратите внимание, Бог повелевает израильскому народу, чтобы они понесли эту весть, были миссионерами, это свидетельство, это истину всем этим языческим народам. Но с чего нужно начинать? А теперь обратите внимание на 7 стих. «И внушай их детям твоим». Кому нужно в первую очередь говорить это? Детям, говорит, твоим, с этого начинай. Вот там будет положен успех. Не торопись идти язычникам проповедовать. Детям внушай. Братья и сестры, обратите внимание, последовательность. Внушай детям твоим и говори о них. Вы слышали такое слово внушение? Это когда говорят вновь и вновь, напоминают, говорят, говорят, и уже надоедают. Говорят, ну так уже внушили, ну уже запомнили, что прямо одеваться некуда. Братья и сестры, это Бог говорит. Не просто скажи им раз в 5 лет или напомни, внушай. Потом дальше говорит, говори детям твоим. Как часто, братья и сестры, сидя в доме твоем. Вот когда сидите с детками, кушаете, говорите о Господе. Детки, такая милость, Бог дал нам такое счастье. Верить Творца, который сотворил этот мир прекрасный, который вывел из рабства египетского. Рассказывать о чудесах Божьих. Говорит, вот рассказывайте, что Бог есть, Он великий, нужно любить Его, нужно преклоняться, нужно служить. Это одно положение. Идете дорогой, едете где-то в дороге, я уже перевожу на современный язык. Рассказывайте, говорит своим деткам. Рассказывайте, продолжайте рассказывать и внушать деткам. Ложитесь, ложась, обратите внимание, слово. Детки, перед сном, давайте мы прочитаем, давайте мы о Господе вам расскажем. И когда ребенок ложится, братья и сестры, у него ни телефон перед его глазами, айфон, ни что-то другое, ни телевизор, а слова мамы и папы из детской Библии о Господе, что Бог великий, да-да, детки, о Господе, когда родители расскажут, тогда сон благословенный. Когда просыпается ребенок, что нужно делать? В школу быстрее торопиться, бегом опаздывайте. Нет, снова скажите, вставая, снова расскажите о вашем Господе, о Боге. Вот о чем думал Бог в израильском народе. Вот как в еврейской семье, братья и сестры, закладывалось основание для того, чтобы это заповедь, дети, повинуйтесь своим родителям, потому что требует справедливость. Братья и сестры, когда родители не говорили, Бог допускал, что будет такое время, когда родители забудут, заняты, не станут говорить. Знаете, что он сказал? Давайте посмотрим в восьмом стихе. В восьмом стихе Бог сказал, «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Представляете? Сегодня мы уже слышали, это в книге притчи, тоже было сказано братом. «На шею навяжи, а здесь на руку твою». И когда, если отец не будет говорить, состарится, может быть, еще что-то, «А что это у тебя, отец?» «Слушай, Израиль, Господь Бог един, и люби его всем сердцем, всей крепостью, всей силой твоей». Не на руку посмотрит, над глазами твоими, вот там нужно, и там будет везде. Братья и сестры, а когда родители скажут, умрут, что как Бог позаботился, а Бог и об этом позаботился, когда родители умирают, то свидетельство оставалось, потому что оно было, знаете, что записано, девятый стих, давайте откроем, «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». И когда ребенок будет возвращаться, взрослый может быть, подходит к воротам, написано, «Слушай, Израиль, Господь един есть, люби Господа всем сердцем, всей душой и крепостью». Подходит к дверям, и там надпись, и на воротах твоих, и на косяках написано. Братья и сестры, вот что значит, Бог заботился, чтобы в народе Божьем было заложено вот это основание для родителей, которые воспитывают своих детей. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». В другом переводе «это ваш долг, это правильно». Ну, возникает, давайте, вопрос, к какому возрасту относится это слово? Дети. К маленьким, к подросткам. греческое слово, братья и сестры, «текно», дети, греческое слово, обозначает всех детей, живущих под родительским кровом до того времени, пока они не создадут свою семью. понимаете, да? Сколько бы ни было, пока ребенок находится на родильском иждивении, живет с родителями своими, и не исполнилось над ним слово «оставить человек отца и мать и прилепиться», они относятся к детям. «Повинутись» буквально означает выслушивать и положительно реагировать на услышанное. Еще один вопрос, братья и сестры, хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели. Какое же основание послушания детей? А зачастую дети спрашивают вопрос, а почему ты должен вас слушаться? А мне уже 21. А я уже совершеннолетний. У меня же есть работа, есть машина, я независимый. Ну, немножко здесь просто живу с вами, не хочу идти. А есть ли библейское основание для того, что мы сегодня деткам нашим сказали, почему необходимо слушаться родителей? Есть такое в богословии понятие теократия. Тео – Бог, кратия – власть, Божья – власть, боговластия. Это система правления, братья и сестры. Мы живем не в каком-то мире хаосном. Мы живем в мире, сотворенным Богом, разумно, замыслом, где Господь установил Бог Творец свое правление, свой порядок и свой принцип подчиненности высшим властям. И когда мы смотрим в Священном Писании, вот это боговластия, теократия, она присутствует во всем. Когда мы смотрим, братья и сестры, я поражаюсь. Сын Божий приходит на эту землю и что? Я свободен, я независимый. Хотя Он и Сын, однако через страданиями приобрел навык к чему? К послушанию. Смирил себя и был послушен своему Отцу. И Он доведет наставление, что Христос подчинился Отцу Небесному. И Он показал пример, братья и сестры. Христос показывает пример сегодня всем живущим людям. Я подчиняюсь Отцу. В государстве люди подчиняются высшим властям. И это справедливо, братья и сестры, потому что Бог наделил властью. Когда горит дом, братья и сестры, мы когда звоним? Мы звоним, чтобы люди, наделенные властью, приехали и помогли нам. Когда случается бедствие, болезнь какая-то, человеку нужна помощь, приезжает скорая помощь, и его спасают, и мы должны подчиниться этому. Есть полиция на дорогах в городе, которая следит за движениями, за скоростью, за порядкой, за преступниками. Это справедливо, братья и сестры? Это справедливо. В церкви подчиняются младшие своим пастырям? Это справедливо. В семье жена повинуется своему мужу? Это справедливо. Дети повинуются своим родителям? Это справедливо. Рабы своим господам? Когда мы посмотрим, братья и сестры, на жизнь семьи, можем себе представить, приходит в семью маленький ребеночек, беспомощный, абсолютно зависимый. Сколько времени, сколько лет родители посвящают свое здоровье, бессонных ночей, денег, средств, нервов, жизни, абсолютно всего для того, чтобы ребеночек поднялся, пошел в школу, получил образование? Родители являются Божьими домостроителями, являются его доверенными лицами, которые осуществляют полное попечение его физической, духовной жизни. И возникает вопрос. В ответ на эту заботу родительской справедливо детям повиноваться своим родителям? Так требует справедливость. Безусловно, братья и сестры, так требует справедливость. Мы сегодня уже слышали в книгопритчи, братья и сестры, я посмотрел внимательно, настолько мудрый Савламон заботился, чтобы в еврейской семье, чтобы в христианских семьях этот принцип действительно осуществлялся. Настолько внимание указано детям. Вторая книгопритч начинается, первое слово, сын мой. Третья книгопритч начинается, дети мои. Четвертая книгопритч начинается снова, сын мой. Пятая книга начинается, пятая глава, имеется в виду, пятая глава, сын мой. Седьмая глава, сын мой. И все эти главы посвящены своим детям вновь и вновь. Давайте откроем хотя бы немножко кратко шестую главу книги притчи и посмотрим. Шестая глава книгопритчи, она очень была созвучна с тем, что сегодня уже читал Геннадий. сын мой, 20 стих шестой главы. Храни заповеди отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое. Обратите внимание, мы сегодня слышали уже, да? Навяжи ими шею твою, когда ты поешь, они будут руководить тебя, когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Настолько красиво, настолько художественно, настолько благодатно, близко к сердцу, образы вот эти показывает. Обяжи, настав, напиши, говори, потому что это благо для тебя. Братья и сестры, Бог очень серьезно относится к детям. Обратите внимание, они находятся в той же группе людей, там, где мы говорили, жены повинуются мужьям, дети своим родителям. Это не то, что какое-то снисхождение, да ладно, детки вырастут, нет. Мы смотрим и сегодня обращаемся в историю израильского народа и давайте посмотрим, настолько Бог серьезно относился к неповиновению детей своим родителям. Что происходило? Давайте откроем книгу Второзакония, 21 главу. Книга Второзакония, 21 глава. 20-23, 21 глава книга Второзакония, с 18-21 стиха. Смотрите, «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Просестры, знаете, что дальше будет? Давайте посмотрим. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. «И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и что? И убоятся». Как вы думаете, не слишком ли строго? Ну, накажут пусть, ну, розги дадут, ну, посадят его, ну, лишат наследства. смертью наказывал Бог, сказал, братья и сестры. Мы сегодня говорили о том, что и ребенок рождается с потенциальной злом, ненавистью, агрессивностью. И для того, чтобы остановить, Бог не видел другого пути. Они и говорили, и предупреждали, а он не слушал. книга «Исход», 21-го, 17-й стих, братья, откройте, пожалуйста, чтобы время нам сохранить. Книга «Исход». «Кто злословит отца свою или свою мать, того должно предать, что? Смерти». Смотрите, настолько высокие требования Бог предъявляет к детям. У нас нет много времени, я хочу посмотреть, братья и сестры, что? Почему сегодня мы смотрим в семьях есть непослушание не просто на уровне, знаете, ну, где-то как-то, а перерастает в буйство, перерастает в такое жестокость, в принцип такой. Я, когда исследовал этот вопрос, я посмотрел, обратил внимание на послание к римлянам. Послание к римлянам, 21-й глава, 28-й стих. Помните, когда посол Павел рассуждает о мире, который отверг живого Бога? Если, братья, нам откроют первую главу римлян, 28-й по 30-й стих, то апостол Павел говорит о людях, которые не заботились иметь Бога в разуме. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Мы хорошо знаем Писание, знаем ее целый перечень. Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крестолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, зла, нравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло. И что последнее? Непослушны родителям. Какая взаимосвязь? Не имели, не заботились иметь Бога где в своем разуме дети? Это серьезное предупреждение. И Бог предает. Не камнями побивайте, а предает превратному уму. И один из них непослушный своим родителям. И в послании к Тимофеям, когда апостол Павел говорит Тимофею в третьей главе с первого четвертый стих, знает, что в последние дни наступят времена тяжкие. И там тоже идет перечень, и одно из них это родителям будут непокорны. Как наказание, как результат отступления от Бога. Братья и сестры, не берусь на себя брать ответственность, говорить за статистику детской преступности в этой стране. они могут иметь погрешность, это все сегодня есть в интернете. Страшная статистика, братья и сестры. Я считал только сегодня в одной из стран бывшего Советского Союза, откуда мы выехали, не буду говорить страну и город, произошло страшное убийство сегодня. 18-летний сын заказал своего родного отца наемному убийце за то, что не поделили бизнес в собственном гараже, где не делали машины. И для того, чтобы устранить своего отца, для того, чтобы там как-то вот решил такой путь. И для того, чтобы не оказалось свидетеля, с отцом находилась родная сестренка. Была убита и отец, и родная сестра. 18 лет юноше. Что происходит, братья и сестры? Я думаю, что когда была третья, наверное, волна, или уже четвертая волна эмиграции в Соединенные Штаты, когда многие десятки и сотни семей из бывшего Советского Союза везли своих маленьких детей в эту страну, я не думаю, что кто-то мог предположить, что мой сын проведет свою жизнь за решеткой. А сегодня этих случаев очень много. Я не думаю, что родители думали, что на кладбище, на брайте будет целая аллея, где будут похоронены молодые ребята, молодые девчата от 18 до 25 лет. Быстрая езда, передозировка наркотиков, разборки, бандитизм, самоубийство. Будет время, братья и сестры, когда не заботились иметь Бога в разуме. Я хотел бы сегодня обратиться к немногочисленным, к сожалению, нашим деткам и родителям. Подумайте об этом. Нам, думаю, братья и сестры, сегодня нужно брать во внимание то, что было, Бог сказал, навяжи, напиши, говори утром, говори, когда проснутся, когда идут, идете, когда едете. Помоги нам в этом, Господь. Позвольте взять несколько еще минут. В этом слове мы прочитали, видим два важных слова. Повинуйтесь своим родителям в Господе. И второй стих почитайте отца и мать. Повинуйтесь и почитайте. В чем разница? В чем разница между повиновением и почтением? Повиновение это значит подчиниться воле человека, который имеет авторитет, имеет над тобой власть. Я прихожу на работу и строю, и что я? Я повинуюсь моему боссу, человеку, который власть и авторитет. Но когда я повинуюсь, братья и сестры, то из повиновения должно происходить что? Уважение, потому что человек взял мне на работу, дал мне зарплату, дал возможность трудиться, кормить свою семью. Повиновение это детский способ почитать своих родителей. Когда ребенок повинуется своим родителям неосознанно, я имею в виду маленькие детки, он почитает, он приносит маме цветочек, папе что-то подаст, может быть, какую-то там книжку еще что-нибудь. В нем сердечко вложено, братья и сестры, это почитание. Повиновение это одна из форм почтения, подходящая для маленьких детей. Братья и сестры, в случае с родителями и маленькими детьми, послушание задумано, как временная мера, которая длится, пока дети живут со своими родителями. Потому что детство это период обучения под руководством родителей. Родители заставляют своих детей слушаться, чтобы дети научились уважению, братья и сестры, когда ребенок воспитан в послушании. Тогда не нужно бояться за ребенка, потому что ребенок выходит в общество, он будет почитать старших себя в церкви, в обществе, в государстве, где будет находиться, в нем будет состояние и чувство уважения, почтения людей. Обучив своих детей послушании, братья и сестры, родители пожинают пожизненное почтение в своей жизни. Это глубокая истина. Учив ребенка послушанию в детстве родителей, они пользуются этим благословением, они пожинают почитание своих детей. Слово почитай, что оно означает? Синоним этого слова честь. Синоним этого слова честь. В библейском контексте слово честь указывает на вес и значение. Мои родители для меня имеют что? Вес. Мои родители имеют для меня большое значение, потому что они дали мне жизнь. Они рассказали мне о Боге. Они молились за меня. Они не спали бессонными ночами. Они наказывали меня. Они плакали со мной. Они радовались моему покаянию. Они радовались моему обращению. поэтому родители мои имеют вес, имеют большое значение, поэтому в своей жизни я буду их почитать. Почтение это особое отношение, которое подкрепляется нашими действиями. братья сестры, как долго дети должны находиться в подчинении. До того времени, когда мы видим их здесь стоящих в белоснежем платье, невесту и рядом жених. Они оставляют свою семью, и на этом власть родительская заканчивается, и наступает другая фаза, другие отношения, которые длятся навсегда, до конца дней жизни. Это почтение своих родителей. Есть прекрасный перед тем, как мы закончим изучение братья сестры, прекрасный пример библейский, который оставил наш Господь Иисус Христос. Послушание и почтение. Помните, когда мы читаем Евангелие от Луки, вторая глава, известно, помните, Иисус Христос, будучи подростком, Он пошел с родителями в храм, всю эту историю мы знаем, и мы читаем, и Он пошел с Ним и пришел, когда нашли родителей после тревоги, нашли Иисуса, и Он пошел с ними, пришел к Назарет и был в повиновении у них. Это называется послушанием. Теперь мы видим Господа Иисуса Христа на Голговском кресте в страшных страданиях. Помните эту историю, напомню, Иисус Христос висит уже на Голговском кресте, видит Иоанна, видим рядом стоящую кого? Мать. Иисус, увидев Матери и ученика Ту стоящего, который любил, говорит Матери Своей, Жена, си сын Твой. Потом говорит к ученику, си матерь Твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Братья и сестры, это называется почтение. Давайте сделаем кратенький вывод. Повеление почитать отца твоего и мать состоит из двух частей мы прочитали. Да будет тебе благо, это касается качества жизни, тебе будет хорошо. И второе, и будешь долголетие на земле, это относится к количеству протяженности благословенной этой хорошей жизни. Тебе будет не просто хорошо, ну долго будешь хорошо, долголетен будешь на земле. Если мы смотрим в контексте Ветхого Завета, это относилось конечно к земным благословениям, к материальным благословениям. Братья и сестры, но мы смотрим и в Новом Завете апостол Павел берет эту заповедь, которая не утратила и важности сегодня. Братья и сестры, когда мы правильно относимся к нашим родителям, повинуемся, а выходя с родительского дома, почитаем, заботимся, любим наших родителей, то мы имеем право иметь на благословение, благо будем иметь. Как долго? Долголетен будешь на земле, поэтому пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Запомните одну короткую истину. Слушаться сегодня, а почитать всегда. Дети, слушайтесь сегодня родителей, а почитайте родителей всегда. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы кратко сегодня помолились, помолились за наших детей, послушных и непослушных. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...